Продолжаем подготовку к новому рыбацкому сезону. Решил попробовать воблер, состоящий из 9 частей. Все очень хорошо подвижные. По поводу того, что плавающий или не плавающий, не знаю. Не было в описаниях. Попробую на тестах. Если честно, лопатка, может быть на видео видно, какая-то несимметричная. Это меня, если честно, уже огорчает, потому что работа будет не особо хорошая. Можно будет подточить, подогнать. Но опять же, придется потратить какое-то время. Посмотрим на второй, как у нас лопатка. Но здесь, кстати, вроде бы более-менее. Как это она? Ну, получше. Но тоже они какие-то кривенькие. Почему-то у них качество оставляет желать лучшего. Цена на них не особо низкая. В сравнении с остальными китоскими воблерами. Замерим длину. 11 сантиметров. Без лопатки. С лопаткой получается почти 12. Интересная моделька. Будем пробовать. Тестить. Вот на этом еще какой-то дефект на корпусе. Если честно, огорчен я исполнением. За какие-то деньги. Изготовление, да. Как-то оно прям... Прям вообще калечно сделано. Где ты видишь дефект? Дефект? Ну вот. Вот я. Ага. И руки уже в какой-то краске. Что-то откуда-то осыпается. Подвижно здесь вот у это, допустим. Плохо подвижно они очень. Вообще, прям ужас. На этом нормально. Все гоняют. Все, вот они. Очень хорошо играют. На это прям... С усилием приходится. Короче говоря, пока что, ребят, не советую вам такую вещь заказывать. Исполнение плохое. Кривые какие-то они тут все у нас. Подвижность шарниров тоже оставляет желать лучшего. Здесь еще вот, если тоже заметите, не знаю, видно или не видно будет на съемке. Звенья как-то непонятно сточены, вообще не знаю. Какая-то ерундиня вообще. Как будто на станке там куда-то она просто попала, там сточилась. Ладно, пофигу, закрасим. Посмотрим, конечно, как она будет играть. То есть, потестим, посмотрим. Может быть, это и никак не скажется на игре. Ну, так что, пока что, по первичным ощущениям, продукт не особо качественный. Не советуем. Вот она, наша лягушечка пришла. В упаковке, цивильную все. Такая же, как на картинке. Честно, первый раз столкнулся с ней, да. Вроде бы все красиво, как должно быть, наверное. Решил попробовать в том году. Это, если кто не знает, это для поверхностной рыбалки. То есть, поппер у нас все-таки немного погружается и цепляется за траву. А это вот крючочки наверх. Такая. По поверхности прыгает. Там в любой островок можно, в принципе, среди кустов закидывать. Не бояться, что она зацепится. Рыбалка будет очень запоминающейся. Если кто ловил на поверхностные воблеры, поймет. Все эти свечки и красоту. Попробуем. Так, следующий у нас пришел воблер. Должен быть тяжеленький. 18 граммов было. Опачки. Вот это засада. Он поломан. Обидно, конечно. Как раз не из дешевых такой был. Да, 7 баксов с лишним. Надо суперклей посадить. А вот этого хвостика там не было. Кроме поломанной лопатки, в принципе, все замечательно выглядит. Хвостика там не было находки. Крючки, конечно, тоже какие-то вафлерские. Вот так, исполнение красивое. Видно, что качественный продукт, по сравнению с другими, допустим, которые приходят с Китая дешевыми. Но, к сожалению, он сломался. Очень-очень жаль. Ну и третий из-за киселия. Решил попробовать. Такая интересная форма, необычная. Бублерочек изогнутый. Изогнутый. Будем пробовать тест. Посмотрим, как она работает. Ну, еще, что хотелось бы добавить по этому воблеру. При более детальном осмотре заметил, что в месте крепления этого крючка, то есть это вкручивает кронштейн, он винтиком. Я не знаю, может быть, это было при момент, когда они вкручивали его, монтировали туда. Может быть, это уже после того, как он ушел к нам, потому что немного он был кривоват. Поэтому я обратил внимание. Кривоват оставлен? Ну да. Здесь видны лопины. На фотографии будет видно. То есть пошла паутина по всей. Ну и, соответственно, такое обстоятельство дел. Не внушать доверия. То есть при хорошей щуке просто может вылететь. Я так думаю. Если он уже полопался, раскрошится там. А тут получается крючки не вылетели? Если он такая полупрозрачная, в принципе, видно, что не особо там глубоко, то он вкручен. Ну так вроде дергаешь, сидит надежно. А он не закручивается? Не, не выкручивается. Пробовал. Может быть, при нагреве скручивает. Ну так что имейте в виду, конструкция не особо надежная. А также посмотрим. Тест покажет. В принципе, держится.